Детская развлекательная передача TV Kids на телеканале Алтай. Я предлагаю побывать на мастер-классе по декоративно-прикладному искусству и освоить технику росписи по камням. Здравствуйте! Сегодня гость нашей программы мастер-декоративно-прикладного искусства Галина Кущ. Галина Леонидовна, расскажите нам, пожалуйста, каким видом искусства вы занимаетесь? Я расписываю камни. Вот, посмотри. У меня различные камни здесь. Они разные и по форме, и по структуре. Вот, посмотри. Этот год кролика, видишь, какой. Я расписала камень. Кролик такой вот. Здесь вот, смотри, тигренок. Видишь? Да, красивый. Тигренок. Форма камня совсем разная. Здесь камень, посмотри, какой. Ух ты! Форма камня так и напоминает нам домик, да? Да. Я сделала домик. А эта вот форма камня напоминает нам, наверное, что? Гнездо? Да. О, там маленький совенок. В гнезде. Это форма камня. Сразу мне напомнила рыбку. Видишь? Да, похоже. Да. И мне захотелось расписать рыбку. Мы с тобой можем вот даже нарисовать сегодня сову. Я подобрала специально такой камень. Вот, смотри. Видишь? Он напоминает, да? Форму совы. И мы можем нарисовать с тобой сову. Хочешь? Хочу. Ну, вот смотри. Прежде чем нам начать рисовать, тут нужно соблюсти, соблюдать несколько этапов. Камни я привожу. Нахожу их в горах. И камень потом очень тщательно нужно вымыть. Высушить. После этого покрыть грунтом. Специально идет грунт. Потому что если мы не покроем грунтом, у нас краска будет плохо располагаться. Очень трудно будет рисовать. И цвет краски будет неяркий. Потому что камни бывают же темные. Светлые камни, гладкие камни попадаются очень редко. В основном бывают бугристые такие, вот неровные камни. Вот. Когда мы покрыли грунтом, мы можем приступать к рисованию. Готово? Да. Так, ну смотри. У нас декоративно прикладное искусство. Поэтому мы будем рисовать сову не как она вот в природе. Она будет у нас декоративная. То есть, раз она декоративная, значит, мы можем ее нарисовать любого цвета. Вот какой тебе цвет нравится. Вот смотри, это у меня зеленая сова. Вот бережка всегда надо оставлять или оранжевый, или желтый цвет. Чтобы у нас был контраст. Поняла? Угу. И самое главное, самое главное, у совы что это? Посмотри. Глаза. Глаза. Они большие, да? Да, большие. Вот этим сова как-то и отличается. Вот сейчас надо будет вот здесь нарисовать два кружочка. Стараться, чтобы они были одинаковые размером. Давай. Слегка-слегка можешь не давить. Так. С одной стороны кружочек и с другой стороны кружочек. Это у нас будут глаза. А какие вы краски используете, чтобы раскрасить? А вот краски я использую совершенно разные. Разные-разные краски. И акриловый, и гуашь, и акварельную, и множество других красок. Я даю тебе тоненькую-тоненькую кисточку. Смотри. Обязательно мы намочили. Лишнюю краску мы должны убрать. Так вот. Чтобы у нас не побежала она. И начинать рисовать вначале по контуру. Вначале мы проводим контур, чтобы нам не зайти за контур. Поняла, да? Да. Потом только закрашиваем середину. Так, теперь каким цветом ты хочешь нарисовать свою сову? Можешь зеленый, синий, фиолетовый, коричневый. Какой тебе цвет нравится? Крылышки? Да, крылышки. Фиолетовый. Давай ближе тогда его сюда. Ты забыла нам это намочить кисточку. Так. Лишнюю. И смотри. Мы будем рисовать в одном направлении. А кисть можем взять широкую. Чтобы быстрее широкую кисть. Смотри. Начали. Лишнюю убрали. И начинаем вот так вот в одном направлении. Голову и крылышки. Мы только животик оставляем. И опять же, чтобы нам сюда не попасть, мы должны вот здесь сделать контур. Поняла, да? Да. Вначале делается контур, чтобы краска у нас не попала в глаза. Ты чувствуешь, что кисточка уже сухая, да? Да. Значит, снова помочила, снова вот так набираешь и начинаешь уже вот так вот. Давай. Голова и крылышки в одном направлении веди. Кончиком кисточки набираю. Попробуй. Старайся кончиком кисточки не сильно нажимать. И неровная линия такая, она немножко идет вогнутая. Ниже. У совы же они не прямые. Эти линии. Не бойся. Нравится рисовать? Да. Ты раньше рисовала на камнях? Нет. Ну, на камне труднее, да, рисовать? Да. Зато интереснее. Так, теперь смотри. Нам нужно создать вот здесь вот на голове, как будто у нее такие мелкие перышки, да? Да. Вот и здесь тоже. Мы снова набираем краски. Убираем лишние. Смотри, делаем такие штрижочки коротенькие. Быстро-быстро я вот так вот прикоснулась и отрываю. Прикоснулась и отрываю. Видишь? Да. Давай. Пока мы здесь красим, у нас подсыхает в другом месте краска. И мы там продолжим работу. Снова кисточку промывай. А теперь мы будем сову оживлять. Нам нужен белый цвет. Промыла хорошо, да? Да. Так вот. Смотри. Оживлять. Я прикасаюсь сюда и вот так делаю. Резко. Но коротенькие должны быть вот такие. Видишь? Да. Прикоснулась и резко и поворачиваю. Смотри, прикоснулась и поворачиваю. Снова набираю краски. Давай попробуй. Поворачивай картонку. Какая замечательная сова получается у нас. Теперь смотри. Теперь мы, чтобы она у нас повеселее была, такое где? В разброс. Такие маленькие точечки. Оставим. Кое-где на голове. Наша сова готова. Но не совсем. Ее нарисовала, но чтобы краска не стерлась, нужно обязательно покрыть лаком. Здесь мы не можем покрыть лаком. Это надо где воздух на улице покрывать. Вот. Ну, нравится тебе сова? Да. Ой, какая она. Покажи всеми. Вот так вот аккуратно. Какая у нас получилась сова. Спасибо вам за мастер-класс. Я очень сильно вдохновилась, и мне было интересно. Понравилось, да? Да. Ну, хорошо. А сейчас наступило время самой вкусной рубрики, в которой мы покажем рецепт салата под названием «Молодежный». Всем привет! С вами я, Ильяс. И сегодня я буду готовить салат под названием «Молодежный». Для этого нам понадобится майонез для заправки, кириешки, соль, яйцо одно, весь сыр, который у нас здесь есть, вся колбаса тоже, которая у нас здесь есть, и одна помидорка. Давайте приступать. Первое, что мы будем крошить, это колбасочку. Берем одну дольку. Пока что ее нужно крошить соломкой. Соломка может быть разных размеров, на ваш вкус. Так. Ну, я сделаю чуть-чуть покрупнее, потому что она у нас здесь тоненькая. Так, надо ее вот так разделить. Берем еще одну колбаску. Также крошим. Здесь уже можно тоже покрупнее. И вот здесь тоже. И все это дело мы отправляем в мисочку для салата. Так. Вот так надо тоже разделить, чтобы она у нас не слиплась при размешивании салата. Так. Что сейчас нам понадобится, это сыр. Его крошим на дольки. Ну, такие вот средненькие. Вы можете, конечно, тонкими, но это также на ваш вкус. Так. 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 И вот так. И мы его будем крошить квадратиками, так как будет вкуснее. Ну, квадратики должны быть чуть-чуть поменьше. Вот. Вот эти вот дольки тоже. У вас могут, конечно, получиться треугольнички. Ну, это ничего страшного. Так, нет, поменьше надо все-таки, чтобы побольше и повкуснее было. Здесь и вот так еще раз наполовину. Вот так. И все это дело нам нужно провернуть с остальными дольками. Так, так. Так, вот так, вот так. И вот так. Здесь нам тоже надо полунику разделить. Так. Оп-оп-оп. И оп. Так, наполовину крошим. Так, теперь вот это наполовину. Вот это разбить. Докрошим вот эти все кусочки. Так, вот это. Делим наполовину. Оправляем все, всю кучу, так сказать. Делим наполовину. Еще раз наполовину. И у нас остаются три дольки. Их тоже мы вот так докрошим. И разделим наполовину. Так, их разделить надо. Так, так. Вот так вот. Не порезалось. Так. Крошим, крошим. Крошим. Ее делим еще раз наполовину. Так, ее вот так покрошить надо. Так, эти два кусочка. И все. Также все это дело мы отправляем в нашу салватницу. Берем и отправляем ее. Так, сейчас что нам понадобится. Эта помидорка. Сначала делим ее на две половины. Вот так. Одну половину пока откладываем. Делим помидорку, не делим, а крошим помидорку так слоями. Так, так, так. Вот так. И все. Теперь эту помидорку мы также делаем на так маленькие кусочки. Чтобы у нас было все сочнее и вкуснее. Также здесь делим на маленькие кусочки. Вот так и вот так. Здесь так же. И все. Теперь берем вторую половинку и делаем все те же действия, что и с первой. Крошим. Так. Берем одну дольку. Также ее на мелкие кусочки крошим. Убираем в сторонку. Крошим. Крошим. И еще раз крошим. Так. Мы это делаем все, это делаем. И приступим уже непосредственно к яйцу. Так. Вот эту дольку так сделаем. Это, наверное, две дольки так сделаем. И вот так. Убираем в сторонку. И все. Это так же все дело отправляем мы в салатницу. Так. Яйцо мы берем одно, либо два, как у нас получится по салату. Делим на два. И получается еще раз здесь делим на два. Так. Одну дольку мы убираем. И эти дольки нам нужно покрашить на квадратики. Также небольшие, можно большие. Так вот. Здесь квадратики вот так у нас получаются. Вот так. Так и вот так. Убираем. А, ну тут уже, в принципе, готово. Берем вторую дольку. Крошим. Так. Крошим еще. Убираем в сторонку. Эту половинку мы также делим на еще раз два. И также крошим на квадратики маленькие. Так. В сторонку. И вторую дольку мы тоже делим на квадратики. Ну, такие средненькие, небольшие. Нам половинка второго яйца еще понадобится. Так. Половинку. Это убираем. Делим на два. Так. Крошим. Соединяем. Соединяем. Еще раз крошим на квадратики. Так. Вот так. И вот так. Все. Вот это вот тоже мы должны покрышить. Чтобы было вкуснее и сочнее. У нас весь сок продает, получается, помидорка. Так. Набираем все так же. Рассыпалось. В миску. Все, что у нас безопасно, нужно забрать в миску. Так. Нам теперь понадобится кириешки. Кириешки надо ложить на глаз. Наверное, чуть-чуть больше половины уйдет. Хотя, может быть, и вся. Да, мне кажется, вся уйдет. Но зато сладко получится вкуснее. Так. И соли немножко. Совсем чуточку. Чтобы получилось вкуснее. И берем заключительную заправочку. Это майонез. Кладем. Весь. Так. И перемешиваем. Прям и это все делаем по вкусненькому перемешиваем. Так. У нас тут колбаска. Ее нужно так разделить. Так. Поэтому все дело перемешиваем. Хорошенько. Так. Так. И так же, если этот салат постоит час или два, кириешки у нас, получается, смякнут. И будут вкусненькими. И все. Наш салат готов. Всем приятного аппетита. Время нашей передачи подошло к концу. До новых встреч в эфире на телеканале «Алтай». Салат готов. До новых встреч в эфире на телеканале «Алтай». 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 Продолжение следует...